Итак, продолжаем мою историю. Остановились мы на том, как я возвращался из пещеры, ну, вернее, это история из будущего. Ну, формально из прошлого, но это будет после этого геймплея, то, что вы никогда не увидите. В общем, по тому, скудный рассказ, мы будем выбираться из этой пещеры. Так вот, на чём мы остановились? Я возвращался из дома, с кучей ресурсов, у меня был нано-меч из Endostale Craft 2, который мог убивать любых мобов, ну, там, допустим, скелета, крипера, паука, всех с одного удара, зомби, с двух. Ну-ка там, когда как, когда с двух, когда с одного. В общем, я уже около дома, подхожу, на полных парах бегу, там, темно, и тут слышу шипение сзади. Ну чё, я включаю свой нано-меч, оборачиваюсь, а там никого нет, шипение продолжается, бум, я умираю. Взрывом снесло в стену моего дома. Там снесло ещё одну картинку со слитком, дорогим. Я тут же выхожу из дома, пытаюсь подобрать свои вещи, думаю, как так? Меня зарял крипер, которого я не видел, не слышал, сто раз обернулся, его нигде нет. И что вы думаете? Как только я начал подбирать вещи, ситуация повторилась. Да-да. Снова такое же шипение, я оборачиваюсь в все стороны, кручусь, верчусь, а никого нет. Бум! Я снова появляюсь дома, кратер увеличился вдвое. Ну и я стал подбирать свои вещи. Я подобрал всё. Но я кое-что всё-таки потерял. Это два моих нагрудных этих энергетических ранца, так можно сказать. Хранилище энергии портативное. Шахтёрский лазер. И, ну, вроде ещё что-то важное. А, и рюкзак, конечно, рюкзак, которому у меня были менее ценные рули. Но всё-таки рюкзак всё равно жалко. Там всё-таки было очень много вещей. Вот такая вот маленькая история. А сейчас мы находимся в затруднительном положении. Потому что сверху у нас находится лава. Если сейчас чуть-чуть копнём, нам может стать кранты. Я решаю сделать тоннель загауленной. Там вроде лавы не течёт. И можем выбираться. Как мы уже видим, мы можем написать второй высоте. Я зачем-то включил высоту из F5, хотя она отображает у меня под мини-картой. Вот так. Ну, вроде как, лаву мы миновали. Всё хорошо. На улице день. Всё, ничто не должно нам, по сути, помешать. Вот. Чтобы ещё такое рассказать. Ну да, сразу же после этой трагедии я решил поставить себе более крупное энергохранилище. Ну, потому что мне моего уже не хватало. Я решил как бы порапгрейдить всё. Оно даёт больше напряжения. Это я опять же про Industrialcraft 2 сейчас рассказываю. Ну и что вы думаете? Я что-то там не так сделал. Кстати, вот это, то, что я выкопал, такое фиолетовое, это, блин, фосфор. Да. Вот. Я сначала что-то не так подключил, и вместе с моим проводом мне сожгло два моих электроприбора. Это вдовесок моей потери. Я был окончательно подавлен в этот момент. Я потерял шахтёрский лазер. Но, слава богу, я не потерял Portal Gun. Помните, я вам рассказывал, что Portal Gun, чтобы его скрафтить, нужна звезда Ада? Или я вам такого не рассказывал? В любом случае, он мне достался гораздо проще. В Сумеречном лесу я бредил по пещерам и наткнулся на данж со скелетами, вроде я уже не помню. И там, в этом данже, я нашёл статичные порталы. Кстати, мы только что выбрались на поверхность. Вот. Я нашёл статичные порталы. И разместил их у себя там, чтобы сделать телепорт такой. У меня там дом на дереве. Вот. И, значит... Извините, я запинаюсь, просто меня отвлекают всякие сообщения в скайпе и так далее. В общем, я сделал себе такой телепорт и с основания дерева сразу же на домик на дереве. Кстати, это я пометил как альтернативный вход, а читается, как будто две кнопки на клавиатуре. Альт-энтер. Лол. Вот. А потом я в другом данже нашёл сам портал ган. Я аж охренел. Такая вещь, которую... Ух ты, сейчас будем меня скинуть туда. Такая вещь, которую так трудно скрафтить, не досталась в данже. Сначала порталы статичные, а потом и сам портал ган. Это охренеть, просто охренеть. Ну и вот так вот. Я почему всё это вам рассказываю, потому что этого не будет на ютубе. Это очень скучный геймплей. Ну, этого даже нет в геймплеях. В геймплеях есть, как я создаю себе надоброню, надоброню и... Чё ещё? А, и этот, генератор материи. Вот. Плюс ещё в этом мире не спавнятся такие руды, как... Вернее, одна руда, а мне её дико не хватает. Это уран. Уран. А вот медь и олова, они совместимы из металлургии. Да, тут вот я радуюсь, что я выбрался на поверхность и возвращаюсь домой. Вот. Так что я, когда буду начинать летсплей, у меня будет абсолютно новый мир, где уже будут все руды. Причём у меня будет меди и олова в два раза больше, потому что... Потому что... Они есть как из металлургии, так и из НДА Стеллкрафта 2. Поэтому они совместимы, и поэтому их будет больше. Вот так. Собственно, я ещё это рассказываю, потому что надо как-то комментировать, ну, хоть как-то скрасить то, что происходит на экране, потому что, как я бегаю, смотреть просто не очень интересно, а вот когда я что-то рассказываю, мне кажется, это чуть-чуть, но поинтереснее. Хотя, опять же, если вам не нравится моя болтовня, могу выключить звук. Теперь давайте расскажем о моём доме. Ух ты, чуть не упал. Почему он такой двухцветный? Как... Знаете, так шоколадные всякие бывают изделия. Там, допустим, тёмный шоколад и светлый шоколад. Суть в том, что вот в этом биоме осеннем, там эти осенние деревья, они имеют стволы как дуба, так и ели. И поэтому, он рубив их вместе, я подумал, что зачем делать дом из одного цвета? Я сделал его таким полосатеньким. И у меня в итоге там есть и еловые доски, и деревянные доски. Поэтому он такой стал у меня двухцветный. Мне кажется, ничего плохого в этом нет, это даже оригинально, даже очень. Вот. Ну и вот так. А мы тем временем уже подбираемся совсем близко к нашему дому. вот он, красавчик. Я, конечно, не суперский домостроитель, но дома, которые я строю, мне лично не нравятся тем, что в них удобно жить. Ну, мне так кажется. В них можно расположить сундуки. Да, вот я тут радуюсь, что я пришел. А вот это у меня фирма адских наростов. Да, в них можно расположить сундуки, в них можно расположить кровать. В общем, все, что нужно. Все, что нужно, мне всего тут хватает. И вот Home Sweet Home. И угадайте, что я первым делом сделаю? Ну, если вы догадались, то я собираюсь раздробить Адамантик и Атларус. Только у меня не хватает угля. Уголь. Где достать уголь? А, вот у меня есть. Итак. Что-то я тут ищу. А, положить книжечку с зачарованием. Потом я его использую, да. Итак, Атларус и Адамантий. Две пыли Атларуса и две пыли Адамантия. Ну, вернее, четыре. Сейчас будет четыре Адамантия и две пыли... И четыре пыли Атларуса. Сейчас вот. С минуты на минуту. Вот. И теперь, что мы делаем? Мы совмещаем пыль Атларуса и кладём туда пыль Адамантия. И мы получаем пыль Тартарита самого крепкого металла в игре. И переплавляем его. У нас получится четыре Тартаритовых слитка. А это значит, что у нас будет... Ну, 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 давайте. Вы уже знаете, что будет. Ну... Хе-хе-хе-хе. Да-да-да-да, я так радостный. Я такой радостный. Прыгаю здесь. Угу. От радости аж всё повыкидывал нахрен. Итак, два уже есть. Три уже есть. Давай, последний слиточек. Да. И теперь нам понадобится... Не, я, конечно, настолько обрался, что вылился одном ведро воды. Это мне показалось, что это не было ведро славы, иначе бы это был капец. И мы сделаем себе Тартаритовую КИРКУ. Да. Оу, е. Правда, она мне не идёт, но... Это круто. Я настолько взбесился здесь, как вы можете видеть. Просто потрясающе. Хе-хе-хе. Видите, я его даже выкинул случайно. Да-да. Это самая брошенная кирка, которая есть в игре. Кстати, мне кажется, я ошибся, что Адамантий брошнее алмаза. Потому что у алмаза, насколько я помню, прочность 1700, а у Адамантия 1500. То есть прочнее алмазов только Тартарит, получается, тогда. Ну, а это, знаете, офигенно. Я теперь обладатель самого крепкого сплава. О, да. Чё-то я тут ищу. А, я хочу сделать рамку и положить в эту рамку этот слиток, как знак того, что я нашёл Тартарит, и сделал себе Тартарит. Сейчас я её повешу вот сюда. Я положу на этот слиток. Вот так. Вот и всё. Амитрион, я ещё, наверное, положу остатки в печку. Чтобы не было слишком читено. А, не ты сейчас лягу спать вместе с киркой. Ну, что ж, увидимся в Лисплее. Всем пока.